Ли Лаги против Мит Криса. Да ладно, все началось. Сейчас интересно будет, кто из них выиграет, потому что разница у них по-моему 2 или 3 секунды. Их ПБшек? И интересно, они будут использовать все новые стратки, или... Да, Any% это именно на шурейнг, самый быстрый концов, который является плохой. Вообще, с DISTORTION я, по-моему, ничего не подавал на GDQ. Да, там будет резня. Как раз все подходит. Шурс, Александр. Все, собственно, готовы. Я готов. Все, начинается у нас. Сейчас первая цель у нас это добыть меч. И это, наверное, одна из первых... Souls-like игр, где обучение было прям подробное. Ну, допустим, относительно того же Dark Souls, где все подавалось надписями на полу. Но в таймерах предусмотрен... Как это называется? Скрип, который пропускает все эти обучения. Сплывающие окна. Ну, не используем никакой скрипности, просто бежим сразу к... ...мальчику забрать меч. Ну, пока они идут в роли. Интересно, где же они уже... Будет расхождение. И кто же, интересно, выиграет. Пока у них все вровень бегут. Причем прям... Ровень вровень. Хотя, мне кажется, лилаги чуть-чуть быстрее. Буквально на пару... ...пикселей. Как используется термин в Тетрисе? Неконек. На турнирах вот. Неконек. Шейк шея. Ну, с Генитера драка будет довольно простая. Первая. Мне нужно с ним драться. Один. Все равно не выиграет. Поэтому просто сразу об него сливаемся. Что-то случилось у них. Да, диска ментит. Что-то произошло. Да, они будут рестартить. Да, походу все-таки они захватили два экрана сразу. Хотя разница между ними не такая большая. Возможно, они сейчас, когда перезапустят и захватят уже два разных экрана, то... Возможно, повторится такая же история, только уже с двумя разными. Хм-хм-хм. Было бы весело, если бы они такие сказали. А пока мы уходим на рекламную паузу. Ну, как я знаю, все вот эти события, они используют собой благотворительное начало. То есть потом все сборы идут на благотворительность. Но я могу ошибаться. Хм-хм-хм. Да, и сейчас... Правда, реклама какого-нибудь прошкатает. Собственно, как-никак, это заключительный день от JDQ. Все, они в деле запускают. С минуты на минуту. Теперь экран разный будет. Поправили все. Все. Побежали. На самом деле, спидран по Секиро на всех категориях, ну, если уж даже брать ол-боссов, ол-мини-боссы, все идолы. Очень сложный в плане исполнения. Хотя я просто представляю, когда вышла эта игра, какая, наверное, радость была людям, которые играют в соцлайки, то, что прыжок на отдельную кнопку, а не в сочетании. Да, Лилагин отстает уже. Видимо, когда от стены отпрыгивал, он немного задержался. Собственно, Крис приходит быстрее забрать меч. Да, Дис на комментаторах. Во. Ну, вообще Секиро в плане, наверное, разнообразия какого-то оружия, врагов не так сильно блещет, как те же Дарк Соулс или Ни Охи. Хотя в Нио я не играл, не могу сказать точно. Ну, я думал, у них все-таки конфигурация плюс-минус должна быть одинаковая. Обгонять микроэш у нас в Лилаге. Хотя Лилаге человек такой, то что он, наверное, когда прям упорно ранил, если сейчас не продолжать так же, за ним уже не особо слежу, он спидранил ее, отдыхал в Секиро. В принципе, все было у него по Секиро. Какие-то челленджи, опять же, он, помню, проходил Секиро на, как это, на коврике от Dance Dance Revolution. Быстрее у нас. Пока мы здесь впереди. Что-то, наверное, на скипах его Лилаге догонят. На том же может Огр Скипе. Мы берем сначальный идол, потому что не имеет смысла. Я уверен, что они не сольются. Хотя, на самом деле, тот же спидран на коврике от Dance Dance Revolution я просто не представляю, как это можно провернуть. Даже тоже банальное парирование. Догоняют, но если Лилаге с этой Митриса. Получается, со второго раза у Митриса и Лилаге его почти нагнал. Я не знаю, зачем они смогут глупаться. Пять разницы у них буквально в 2 секунды. Прям так нэк-а-нэк. Нет, они оба, по-моему, не брали петли, потому что я тоже не обратил на это внимание. Оба брали. Видимо, отвлекся на чат. Вот Лилаге и обогнал уже Митриса тем, что он отпрыгнул от ледышки, нежели полз вдоль стены. Но он получил плюшку от змеи. Поэтому ему нужно будет где-то сейчас регениться. Сейчас идут Гёгу Маса-така у Нива. Уже обгоняет тоже на нескольких секунд Лилаги. Вровень, в принципе, идет у них гонка. Не получается у Митриса скип Гёгу. А у Лилаги получилось в первый раз. Хотя я уверен, что просто на механическом уровне у него всё это уже на мышечном выработано. Делается в первый раз. Но, собственно, он уже отстаёт. Сейчас, опять же, новый, допустим, буллски по сравнению с старым получается немного сложнее. Промахивает Стрелил и Лилаги. Я должен пить снова? Да. Я думал, что у него было. С второго раза выходит Ам. Второй раннер опять не получился и он гёлл скип. Угёт человек такой. Он как бы его обозвали, а он пойдёт до конца. Так сказать, вижу цель, не вижу препятствий. Возможно, перенервничал. Согласен. С третьего раза всё-таки у него получается пройти, когда первый раннер уже добежал до Лонниндзя. Или какого-то там, в другом его зовут. Лонншедл. Ну, вы стиммейт в любом случае, я думаю, уложите, потому что они взяли с запасом сейчас и 27 минут, когда у обоих ПБ меньше 21 минуты. К этому времени уже Лилаги зажал в углу Лонншедл и, так сказать, на Валпалял. Получается, с первого раза внутри был скип. В основном всё из-за... Все такие скипы основываются на... Как бы это сказать... На Out of Bound. Допустим, тот же был скип. Ну, а Гёбл скип там на основе... Механи... Карабка, не как и оверскип. Потому что если немножечко хватает... Именно кадров для зацепки, даже если ниже будет... Ниже... Самой там крыши, за которую цепляешься. Всё равно зацепится. Подходит у нас к змею на глазу уже Лил, обгоняет. Уже на нехило. Но, возможно, у него будет тоже небольшая руина на той же монахине. Карабк Монг. К этому времени второй район закончил Слоун Шэдоу. И... Поплыл. Снэйкай. Ну да, возможно и полная руина. Потому что я уверен, про запас тот же пепел и семечки они не брали. До единиц опять. Возможно. Но хотя сейчас они бегут только к вельможе. А его довольно сложно заруинить, если только на... Тем, чтобы скарабкаться на крышу. И... Поплыл. И... Сваливал с ветки. И... Сваливал с ветки. Но я довольно много видел ранов по шурендингу. Причем на протяжении... Наверное, месяцев-двух. Постоянно. Каждый день. Да. Просто мне допустим не позволять. Мог... Пэйкай. Пидранить ее. Все. Прошел у нас первый раннер вельможу. К этому времени только закончил со Снэйком Миткрис. И уже приближается монахиня, на которой первый раннер может легко заруинить из-за того, что потратит ресурсы, которые он собрал по дороге. Но я уверен, там все на очень мышечном уровне. Уже выработано, потому что он, сколько уже, в игре на восемнадцатого года. А первого босса это Огр или Генитира? Ну, не знаю, почему-то просто в русском некоторые называют монахиня. Так, Крептед Монг. Я не накатирую. У меня есть проблемы некоторые с английским. Ну, самого первого босса валить не надо. Да, это коррептед Монг. Подходит к коррептед Монг уже. А второй раннер подходит только к вельможе. Причем, получается, ну, с первого раза, потому что вот эта ветка вторая, на нее довольно сложно запрыгнуть. из-за того, что сама вот физическая штура, она довольно маленькая. вверх, и вы можете сделать ариэльный деф-блой на босса. Так что босс, в основном, не понимает, что ты там. И потому что, вы можете сделать деф-блой. Я не уверен, почему это даже возможно сделать это. Я думаю, что это лишний механизм из другого босса. Все, с монахи не закончил. Первый раннер на час засмотрелся. Второй у нас только подходит. Я думаю, лучше называть первый и второй раннер, потому что не очень удобно говорить технике. Ну, вообще, отчасти уже, допустим, пол игры на Any% пройдено. Сейчас у нас будет OLB и ARC. Да, макар. В этой игре очень странный выглядит Out of Bounds, потому что за текстурами в большинстве мест просто вода. И из-за этого наш герой просто плывет. С генитиром у нас пока подбегают успели. Ну, с генитиром бой выглядит вообще как избиение младенца. Просто зажимают его в углу. А второй раннер только закончил с Corrupted Monk. Да, это Distortion на фоне. Ну, как во второй стадии уже с генитиром бой выглядит интересно, но там все на парировании завязано. А первая стадия, ну... Смешно. Нет, я тебя не убивать не будут в этой концовке. Он в OLBoss столько, по-моему, убивается. Даже потому что во второй концовке... Там его тоже, по-моему. Но обязательно такой босс. Побеждают лилаги генитира, но этот про хвост не умирает. Пока у нас только выходит в Air Swim второй раннер и плывет на бой с генитира. Причем в Air Swim нужно довольно аккуратно плыть и маршрут заучивать. Ух, про хвост. Потому что очень много киллбоксов. Обычно они все, по-моему, вне текстур, но бывает встречаются и на пути в воздухе. Ну вот, что делает... Как это? Вот что делает Гёбу Скипп. Который второй раннер выполнил только со второго раза. Сейчас уже плывем к макакам. В чем Air Swim довольно... Выглядит даже запахно. К этому времени у нас перешел во вторую стадию с генитира. Второй раннер. Там четыре? Нет, там, по-моему, три. Он три троя делал. Всё. Побеждает. Второй раннер тоже генитирует. Но вообще ему все... Именно заруинил Гёбу Скипп. Этот Гёба масса атака у него... Не захотел цепляться у него волк. За кусок крыши. Ждет возвращение к нулю. Точнее, появление его. Также на пути к макакам. Надо даже будет пару раз выходить, но при этом нужно выходить с Air Swim. Первый раз делает сейчас у нас первый раннер. И подняться на вершину. Иногда даже бывает, что не прогружается текстура. Пока не зацепить определенный триггер. Берет. Видел? Сейчас перезаход, чтобы вернуться опять в Air Swim. А второй у нас пока только на пути к этому месту. Как я заметил, там опять появился новый скип уже как раз в этих маках. Потому что раньше нужно было обязательно убить определенных в самом храме. А сейчас мы прям, по-моему, какой-то скип полный. А сейчас мы прям, по-моему, какой-то скип полный. На целую минуту они уже отстают. На целую минуту они уже отстают. Ну, мне кажется, Мид Крис, он волнуется очень. Ну, я так думаю. Как опять же писали люди в чате. Ну, Лайк подходит уже к концу. Не получается у него скип маках. Обезьяна. Не вышла. Третья попытка. Все, вышла у него с... По-моему, четыре раза у нее было. Ну, вообще, да, когда так, столько много людей смотрит. Получили мы меч. Не помню, как он называется. Но, вообще, там первый босс, именно... Самый вот этот обезьян с мечом, он очень такой душный. В отличие от второго-второго, там уже у них не так много хп. Они там так являются уже, как и обычные юниты. Получилось все-таки, опять же, с четвертого раза у него скип. Эйп скип. Сейчас, опять же, также нужно выйти в Air Swim. И плыть к замку Иссина. О, нет, а там же еще не было... А, нет, было-было. Пропустил. То, что вышло у Лилаги с четвертого раза. Разговариваем, придаем отца. Говорим, точнее, сначала с ним. И сейчас у нас первый мини-босс, можно так назвать, Эммо. Потому что настоящий босс, это будет старый юнитира, который даже при обычном прохождении не даст спуску. Ну, второй ранер только подходит к этому. То есть не получается у него. Скип, а как? А тем временем у Лилаги, Эммо уже все. Мертва. В Шуре Эндинге там придают отца. Там в катсцене он его протыкает сзади. И отец такой говорит, типа, а ты демон. Все, Иссин. Вообще, что старый, что молодой Иссин, они такое напряжение создают. Молодой вообще начнем с того, что у него три полоски жизней. Но он при этом еще и прессингивает. И начинается сложности на том моменте, когда он достаёт копье. А здесь у старого юнитира проблема в самой еще арене. Потому что вот эта арена, опять же, он может поджигать. Ее, опять же, непонятные атаки, всякие разенсюрикены. Но побеждает Лилаги с первого края Иссина. Тем временем, Митерсток подходит. Идет к аэрсмину, чтобы доплыть до финального босса этой концовки. Лилаги выиграл данную гонку. Поздравляем его. Ну да, ему примерно минуты две осталось. Две с половиной. Потому что, по сути, ему только Эн и Иссин. Налилаги 22 минуты 20 секунд. От его Вера отставание две минуты ровно. Не считаю, тут без запятой там микросекунды. Смотрим уже за противостоянием Эммы и Волка у второго раннера. Идеально парируем все ее атаки. И под ним даем, пока концентрации не заполним, и мы ее не ваншотнем. Эмма тоже здесь отдала концы. Но, опять же, здесь могла быть категория те же олд-боссы, все идолы, все мини-боссы там в джунглом категории. Причем все боссы и идолы, она, по-моему, час идет, час пятнадцать, не больше. Конечно, она всегда актуальна. Знаете, это как наряду с тем, куда спидранеры попадают после смерти. Ну, Лилаги, он пушил, как и Миндкриз, именно Шурендинг. Здесь забирай первую жизнь уже у нас у Исина. Вот, то есть у него вот эти вот атаки с непонятной задержкой, если к нему не привыкнуть, это просто вызывает некоторую, может даже, за истерики зависит. Но это человек, который, допустим, все равно там плохо как-то с таймингами. Помирает у нас Миндкриз на Исине, пропускает все-таки удар. Что, собственно, немного продлевает все это действие. Все, побеждает его тоже. Ваут оф баунс, это же логично. Вот это вот, ага. Ну и заканчивает второй раннер. 25, 17, 25, 27 секунд. Ну да, он подтвердил свой местодержатель, но, опять же, и не у него все прошло гладко, хотя он на Шурендинг играет очень много. Он прям очень сильно ее тренет. Причем, на самом деле, только эта категория, он другие не так пушат, как вот эту. На предыдущих патчах, на каком-то патче он даже брал в Шурендинге САП 20 минут. Поздравляем Лилаги с победой в этой гонке. Ну, причем, именно отставание такое от его ВР, а я не представляю, какой там именно что-то с ВР. Где именно произошли вот эти вот микро ошибки, что увеличило его время на две минуты. Ну, не считая скипа обезьян. На две минуты. У него рекорд 20 минут 20 секунд. Он fått слушать. Все в chamber. Вот, да, я беру. Всё.